Сегодня это Георгий Кунадзе, российский дипломат и заместитель министра иностранных дел Российской Федерации с 1991 по 1993 год. Пан Георгию, господин Кунадзе, я вас приветствую. Добрый день. Добрый день. Господин Кунадзе, ну вот с вами, разумеется, хотелось бы сразу затронуть очень большое геополитическое событие последних дней. Это вот визит Макрона в Китай и очень, знаете, неоднозначные оценки этого визита, неоднозначные заявления, может быть, даже более красноречиво было отсутствие заявлений, которые, по крайней мере, мы тут в Украине ожидали и на которые мы, может быть, рассчитывали наивно, наверное, собственно. И вот заявление свежего президента Франции после своего визита в Пекин, Европа должна уменьшить свою зависимость от Вашингтона и не втягиваться в конфронтацию между Китаем и США из-за Тайваня. Также он отметил, что Европе необходимо уменьшить зависимость от американского доллара, так как это может привести к тому, что европейские страны станут вассалами. То есть, кажется, что вроде бы Китай, Си Цзиньпинь получил намного больше от этого визита, чем Макрон. И вот Ваша оценка этого, что может это означать в том числе и для нас здесь, в Украине? Ну, я думаю, что непосредственно к проблемам Украины это, как ни странно, сейчас все в наше время имеет отношение к Украине так или иначе. Но, тем не менее, я бы сказал, что непосредственно к проблемам Украины эти все заявления, словеса, что называется, имеют отношение очень опосредованное. В принципе, да, я думаю, что, ну, вы видите, сами Макрон большой путешественник. Он любит ездить по миру, он любит быть в центре внимания. Он, в этом смысле, визит в Китай для него, это было, в общем, большое событие. Для китайцев, в общем, он, скорее, этот визит был, выглядел как дежурный. Ничего особенного они наверняка не ждали. Если вот взять те заявления, те слова, которые вы сейчас процитировали, там действительно много достаточно рутинных выражений, которые свидетельствуют прежде всего только о том, что, в общем, конечно, Китай говорил, в Китае говорили Макрону об этом. И Макрон повторил вот все эти мантры для того, чтобы, собственно, отметиться. Я не вижу здесь никаких подводных течений. Все как шло, так и будет идти. И я думаю, что на такие вещи не стоит, наверное, в принципе, обращать внимание. Ну, хорошо, вы говорите, все будет идти как шло, но, собственно, мы же видели, то есть, особенно по первому дню пребывания Макрона в Пекине, что он хотел все-таки выудить из своего китайского партнера какие-то более-менее значащие заявления по войне в Украине, как-то вот приструнить вместе Путина, может быть, дать такое торжественное обещание, что военной помощи оказана не будет, Си Цзиньпинь это сделать отказался. То есть, если допустить, что Франция посылает такой геополитический сигнал, что ситуация в Тайване, это сугубо между Вашингтоном и Пекином. Европа никаких гарантий безопасности, в отличие от США, это его не давала. Но нас реально интересует Украина, потому что это на нашем континенте и так далее. То есть, получается, он сказал одно и дал Си Цзиньпиню то, что ему нужно было по Тайваню, а взамен не получил никаких серьезных гарантий по поводу Украины, кроме, может быть, очередного заявления о недопустимости использования ядерного оружия. Да, это было. Мне очень нравится, на самом деле, вот эта вот политика высших должностных лиц. Ну, в данном случае политика, которую пытаются проводить Макрон. Они все хотят, в общем, получить что-то, не отдав особо ничего. А вот и Макрон в этом малопочетном деле не последний человек. Понятно, кстати, что, в общем, заявление по Тайваню ни Макрону, никому больше в Европе особо ничего не изменит. Просто потому, как, в общем, действительно проблема Тайваня, это проблема, в которой вплотную сталкиваются интересы США и КНР. А вот для Франции, которая ушла, собственно, из этого региона мира, очень давно ушла после того, как, собственно, потерпела поражение во Вьетнаме. А вот с тех пор для Франции здесь мало что имеет такое вот стратегическое, что называется, значение. А вот я бы сказал о другом, что, в общем, проблема Тайваня, она, как ни странно, тоже будет зависеть от того, как развиваются события на фронтах того, что принято называть не войной, хотя, конечно, это настоящая война. Я имею в виду на фронтах битвы Украины за свою независимость. Если Украина сможет переломить ситуацию в полном объеме, то, конечно же, у нее объявится немедленно очень много друзей, которые будут делать большие заявления и предлагать Украине наперебой всю новую и новую помощь. Не только военную и денежную, но также и экономическую. А вот и больше того, победа и хотя бы даже, в общем, промежуточная победа Украины в борьбе с Россией, я думаю, повлияла бы на позицию Китая в отношении Тайваня. Потому что действительно, в общем, с чего все ведь начиналось. Вспомните, здесь у нас с твердой уверенностью господина Путина в том, что Украина будет поставлена на колени в течение нескольких дней. Ничего из этого не вышло. И вот теперь России приходится считаться с тем, что Украина, государство, ну что, в три раза меньше, чем Россия по численности населения, там в десятки раз меньше, по площади, да и по всем остальным объективным показателям. Вот эта вот страна является для России камнем преткновения. А вот примерно так же выглядит картина ведь и в отношении Тайваня. Тайвань – крошечный остров. Над ним, если посмотреть на глобус мира, на карту мира, нависает гигантский Китай. А вот, казалось бы, что такое Тайвань для Китая? А нет. В общем, все понимают, что Тайвань, к счастью, вернее, для Тайваня и для Китая. Люди в Пекине, на мой взгляд, вполне адекватно оценивают способность Тайваня защищать себя и адекватно оценивают также способность друзей Тайваня во всем мире, в первую очередь, конечно, Соединенных Штатов Америки, оказать в случае чего Тайваню необходимую помощь. А вот, и здесь типологически обе ситуации, они достаточно похожи. В этом смысле условная победа России означала бы, наверное, некий допинг для Китая, имея в виду то, что китайцы тоже, в общем, хотели бы осуществить нечто военно-политическое, которое позволило бы им закрыть вопрос Тайваня. Вопрос Тайваня, он, тем не менее, долго-долго будет существовать. И когда и как он разрешится, никто, конечно, сейчас сказать не возьмется, но думаю, что в интересах всех заинтересованных сторон, всех вовлеченных в конфликт, и даже не вовлеченных в конфликтах сторон, чтобы проблема Тайваня, она вот существовала в том своем замороженном виде, какого она существует сейчас. Ну вот, пан Георгий, я просто хотел... Да-да, здесь важно еще понимать, что, в общем, когда в России говорят, что Россия не может, как ядерная держава, не может потерпеть поражение в войне, а вот в России, конечно, не то чтобы лукают, а просто не очень представляют, о чем идет речь. Когда Украина утверждает, что она одержит победу в этой войне, тоже, в общем, мало кто представляет себе, в чем заключается победа, кстати говоря. Это ведь для Украины эта победа достижима, поскольку Украина не претендует на аннексию территории России, и она хочет восстановить свою территориальную целостность. Вот для России что такое поражение? Это, конечно, в представлении очень многих людей в России это выражается в том, что вот завтра украинские или американские, или натовские танки проедут в парадную страну по Красной площади. А вот что, конечно же, совершенно невероятно, невозможно. А вот и поэтому что такое поражение в войне, ради которого стоит использовать, допустим, ядерное оружие? Никто об этом не знает. Я думаю, что нет такого поражения России быть не может. А вот поражение России в смысле ее изгнания с территории Украины, это вполне возможно. И такие поражения великие державы, типологически такие поражения, великие державы терпели сплошь и рядом. Ну и, как заявляется многими вот экспертами, уже, наверное, начиная со второго месяца войны, чуть ли не вот середины марта прошлого точно, что Россия уже потерпела стратегическое поражение. И вот, разумеется, тем, что была на международной арене, ну вот если не полностью изолирована, то изолирована, отрезана от... и абсолютно, знаете, добровольно отрезала себя от рынков сбыта, от всего западного мира, развернувшись, пока есть непонятно куда и по какой цене. Какую цену заплатят рядовые россияне за этот вынужденный разворот. Пан Георгий, я хотел с вами поговорить, разумеется, еще про эти утечки секретных данных Минобороны, учитывая то, что Минюз США очень серьезно занялся сейчас расследованием. В результате этого скандала и, собственно, есть вероятность, что и комитеты, соответствующие Конгресса, будут вызывать на ковер ответственных лиц и, возможно, посыпятся головы американских чиновников. Ройтер с ссылкой на источники сообщает, что за обнародованием секретных документов мог стоять американец, в том числе пользователи этой сети, куда и были слиты эти документы, еще месяц назад, как минимум. Ну и власти Украины, мы слышим, изменили некоторые свои военные планы после слива документов Пентагона. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник руководства Украины. Пан Георгий, как вы вообще видите всю эту ситуацию? Кто проигрывает больше всего? Как бы и тот, как бы, тот, был, по сути, обнародован тот факт, что и принятие решений России, то есть оно подвергается, знаете, то есть кулуарно, я имею в виду, слежке, то есть как сито течет информация из коридоров Кремля. Это очень нелестная картинка, для американцев нелестная картинка. Вот как вам чувствуется на самом деле, что за этими, за слитием этой информации стоит, какова мотивация у игроков, как это может повлиять на дальнейший ход военных действий в Украине? Ну, вы знаете, я бы сказал так, что, в принципе, много происходит в последнее время в мировой политике того, что вызывает искреннее удивление, чтобы не сказать оторопи. Вот все как будто знают обо всем, и все обо всем немедленно хотят рассказать. Ну, допустим, я не знаю. Кстати, это касается не только России и США, это касается и Украины. Я вот, например, с удивлением наблюдаю за тем, как из Украины слышится рассуждение о том, как и где и когда Украина начнет и успешно будет проводить свое наступление. Вообще-то говоря, такие вещи делаются только в том случае, если вы желаете запутать оппонента, если вы желаете его обмануть в том, где начнется наступление, какими силами оно будет вестись и прочее, и прочее. А вот из этой же серии и это скандальная, несомненно, история с утечкой документов каких-то. Я не думаю, что оно приведет все это событие, я бы сказал мини-событие, что оно приведет к каким-то серьезным переменам. Но, конечно же, в общем, и на войне, и в любом конфликте существует такая потребность у общественного мнения быть в курсе происходящего. И, соответственно, существует стремление средств массовой информации и всех причастных так или иначе к информации людей каким-то образом эту потребность удовлетворить. Если потребность не удовлетворяется, а сейчас она не удовлетворяется просто потому, что, в общем, когда начнется украинское наступление, никто не знает. По всей единности, вот я смотрю за окно и думаю, что да, земля не просохла. Земля не просохла, а это фактор стратегический. А вот по необходимости нужно заполнить эту паузу какими-то событиями. Вот получают, появляются эти события. Ну, а то, что... Ну, извините меня. В общем, скрыть какие-то вещи, особенно в такой открытой стране, как США, бывает, наверное, зачастую трудно. Вот, собственно, и все. Но, одним словом, думаю, что это такой, скорее, в общем, шум, за которым не стоит что-то, чего-то серьезного. Я надеюсь, что никакие планы Украины не оказались в результате скомпрометирования. А вот, ну, это реальность нашей эры. нашей эры. Если бы такое случилось до военные времена, ну, в середине прошлого века, это был бы... Урон был бы огромен. Сейчас он, скорее всего, носит репутационный характер. Павел Георгиевич, я хотел у вас, вот остается несколько минут у нас обсудить очередной вот твит Дональда Трампа, который умудряется, не твит, извините, он, я так понимаю, еще не вернулся в твиттер, хотя ему там Маск уже подстерил красную дорожку. Он твитит на своем собственном, на собственной площадке. Вот, посмотрите, World War III. Вот просто он сейчас под следствием, вы знаете, даже был уже обвинен официально в федеральном суде Нью-Йорка, и тем не менее, вот, в очередной раз он трубит, что вот Третья мировая война уже не грозит, как бы, а уже как по факту. Как вы думаете, о чем речь, на что намекает Трамп, и почему вот сейчас ему, когда он обложен со всех сторон расследования уголовными, вот ему нужно телеграфировать такую вот месседж? Ну, месседж, на самом деле, я прочитал таким образом. Трамп хочет напомнить всему миру, и прежде всего американцам, что только он смог бы договориться с Путиным. А вот и до тех пор, пока этого не случилось, пока, собственно, у него нет никаких возможностей вступать в разговоры с Путиным от лица Соединенных Штатов Америки, вот он об этом, собственно, и говорит. Это мне напоминает, конечно, Трамп крупная фигура мировой политики, а у нас вот в России есть такой господин Гиркин, мелкий военный преступник и мелкий пакостник, вот, который оказался не удел в этой кампании. И вот он на самом деле очень активно выступает с апокалиптическими сценариями и очень активно критикует российский генеральный штаб и лично господина Путина в том, что они, в общем, проигрывают войну. Проигрывают, а не проигрывают, но причем здесь с другой стороны Гиркин. Он причем? Он тоже хочет напомнить о себе и сказать, что его месседж в том, что он бы смог переломить ситуацию. Путин не может, путинские военачальники не могут, даже страшный человек с кувалдой ничего сделать не может, а вот Гиркин смог бы. Примерно такая же история и здесь. Все мы знаем, что Трамп одно из его заявлений состоял в том, что он бы он бы, будь он президентом, урегулировал бы конфликт в считанные дни. Все спрашивают, что он имел в виду и после долгих упрашиваний рассказать, поделиться сокровенно. Трамп высказал революционную мысль о том, что для того, чтобы закончить войну, Россия должна, Украина должна пожертвовать частью своих территорий. Руссказыщих территорий, да, и вы помните, даже была вырезана эта часть из его речи. Он об этом говорил еще во время своего президентского срока, кстати, первого, да, и, надеюсь, единственного. то есть, и вот сейчас мы видим, как этой бациллой такой пропутинской откровенно заражаются и другие сейчас важные акторы республиканской партии. Рон Десантис тоже занимает такую позицию, чувствует, что ему, возможно, сейчас на праймерис, по крайней мере, невыгодно будет выставлять какую-то другую позицию. А вот позицию, которая, по крайней мере, бы сильно отличалась от позиции оппозиции, простите, демократа. То есть, даже не навстречу Путину, а просто вот всячески чинить пакости своим оппонентам политическим. Если Байден поддерживает Украину, значит, по сути, мы должны говорить о том, что эта поддержка не соответствует национальным интересам Америки. То есть, вот такая, знаете, политическая борьба, и это понятно, нам в Украине, разумеется, очень, это кажется неудачным, что Украину использует сейчас как разменную монету в этой политической борьбе. Когда, казалось бы, особенно в первые месяцы войны, помните, что в американском политике есть полный консенсус по поводу Украины. Но вот, видите, время все-таки берет свое, и мы знаем, что и Путин рассчитывает на вот подобный раскол и его расширение. Пан Георгий, я вам очень благодарен, что вы были сегодня с нами, друзья, Георгий Гунадзе, бывший замминистра иностранной Девы Российской Федерации был с нами. Девы Российской Федерации Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова